всем привет меня зовут александра краснобаева я рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами разберем узор кельтская коса вот он у меня кстати здесь по центру свитера вы можете его использовать в любых мужских женских детских изделиях вяжется он достаточно просто это видео поможет разобраться не только опытным мастерам в этом узоре но и новичкам давайте скорее приступать итак давайте рассмотрим схему узора в раппорте 36 петель весь узор он занимает 36 петель справа и слева 2 изнаночные петельки в эту схему узора я не включала кромочные петли раппорт узора вверх 8 рядов здесь в схеме указаны только лицевые ряды изнаночные вяжутся по рисунку давайте рассмотрим условное обозначение стая клеточка светлая это лицевая петля желтая с горизонтальной полосочкой это изнаночная петля стрелочка с наклоном вправо это переплетение 2 на 2 с наклоном вправо стрелочка влево это переплетение 2 на 2 с наклоном влево давайте вместе свяжем эти восемь раппортов я покажу как это все вяжется я набрала 36 петель плюс 2 кромочные тридцать восемь петель Вяжу первый ряд. Вяжу я классическим способом. Первую снимаю, вяжу 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Дальше у меня идет переплетение 2х2 с наклоном вправо. Я сразу отмечаю пальчиком 4 петельки. С наклоном вправо это означает, что 2 левые петельки мы должны захватить впереди вязание правой спицей, снять все 4 петельки со спицы, 2 петельки позади, которые переснять с правой на левую, надеть на левую спицу и 2, которые я пересняла, переместить с правой на левую спицу. Вот так. Я поменяла их местами и 2 мои петельки, которые впереди, они теперь смотрят вправо. И провязываю 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Отлично. Переплетение с наклоном вправо. Видите, петли смотрят вправо. Дальше 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Снова переплетение 2х2 с наклоном вправо. Отсчитываю 4 петельки, ставлю пальчик, подхватываю 2 левые, снимаю все 4 со спицы. Размещаю 2 на левую спицу и 2 перемещаю с правой на левую. Провязываю 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Дальше 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. И снова переплетение 2х2. Ставлю пальчик, подхватываю левые петельки впереди вязания, снимаю все 4 со спицы, подхватываю те, которые позади и перемещаю эти с правой на левую. Провязываю 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Дальше вяжу 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. И последний раз переплетение 2х2. Подхватываю левые петельки, снимаю все со спицы и меняю местами. 1, 2, 3, 4. Дальше 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. И кромочная. Мы провязали первый ряд. Отлично. Вот у нас 4 переплетения с наклоном вправо. Разворачиваю вязание, вяжу второй изнаночный ряд по рисунку. По рисунку это значит, какую петлю вижу, такой ее и провязываю. Кромочную снимаю. Вяжу 4 лицевые, провязываю 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Дальше 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Снова 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Затем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Четыре изнаночные. Снова 4 лицевые. Еще раз 4 изнаночные. И в конце 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И кромочная. Отлично. Связала. Разворачиваюсь. Вяжу третий ряд. Вот так выглядит сейчас переплетение. Третий ряд. Кромочную снимаю. Дальше. Вяжу 2 изнаночные. 1, 2. Переплетение 2 на 2 с наклоном вправо. Я отсчитываю 4 петельки. Подхватываю лицевые. Лицевые у меня эти будут наверху. То есть, если мы переплетаем лицевые с изнаночными, лицевые всегда у нас наверху. Это означает, что 2 я подхватываю с левой стороны. Все спускаю со спицы. Изнаночные перемещаю на левую спицу. И лицевые перемещаю на левую спицу. Вот так получилось, что у меня лицевые впереди. И они снова смотрят вправо. 2 лицевые провязываю. 2 изнаночные. И вот так у меня получилось переплетение. Дальше у меня переплетение 2 на 2 с наклоном влево. Отсчитываю 4 петельки. Вот у меня лицевые. Они должны находиться вверху поверх изнаночных. Наклон влево. Это значит, что я разворачиваю вязание. Подхватываю 2 позади петельки. Спускаю все 4 со спицы. Лицевые размещаю на левой спице. И эти изнаночные снова размещаю на левой спице. Теперь провязываю 2 изнаночные. 2 лицевые. Так, отлично. Вот так мы сделали 2 переплетения. Видите, у нас расходятся лицевые дорожки. Дальше 2 на 2 с наклоном вправо. Подхватываю. Если вправо, значит я подхватываю впереди вязание. Если влево, подхватываю позади. Подхватываю 2 левые петельки. Снимаю все со спицы. Размещаю изнаночные и лицевые. И провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. Теперь переплетение 2 на 2 с наклоном влево. Значит, позади подхватываю 2 изнаночные. Спускаю 4 со спицы. Подхватываю 2 лицевые. 2 изнаночные возвращаю назад. И провязываю 2 изнаночные. Раз. И два. 2 лицевые. И готово. Вот такие у нас получаются переплетения. Дальше снова 2 на 2 с наклоном вправо. Подхватываю левые лицевые. Снимаю со спицы. Меняю местами с двумя изнаночными. Провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. Теперь 2 на 2 с наклоном влево. Ставлю пальчик. Подхватываю позади 2 изнаночные. Снимаю 4 со спицы. 2 лицевые возвращаю на спицу. И 2 изнаночные перемещаю. 2 изнаночные провязываю. 2 лицевые провязываю. Отлично. Вот у нас уже 3 таких переплетения. И последнее. Снова 2 на 2 с наклоном вправо. Подхватываю лицевые. Снимаю все петельки. Изнаночные размещаю позади. Затем лицевые с правой стороны. Провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. И последнее. Позади подхватываю 2 изнаночные. Снимаю все со спицы. Лицевые размещаю слева. Изнаночные справа. И провязываю 2 изнаночные, 2 лицевые. В конце, как и в начале, у меня 2 изнаночные. И кромочные. Отлично. Вот так мы провязали этот ряд. Разворачиваю вязание, вяжу изнаночный ряд по рисунку. Первую снимаю. 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные. В конце 2 лицевые. И кромочные. Провязали. Отлично. Разворачиваюсь. Вот что у меня получается. Теперь у меня будет 5 лицевой ряд. Первую я петельку снимаю. И вяжу. У меня 2 изнаночные. 2 лицевые. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. И теперь переплетение 2 на 2 с наклоном влево. Ставлю пальчик. Здесь у меня 2 лицевые. Поэтому следим за тем, в какую сторону переплетение. Переплетение влево. Разворачиваю вязание. Подхватываю 2 лицевые позади. Снимаю все со спицы. Возвращаю эти на спицу. И те, которые я подхватила. Отлично. И провязываю 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Готово. Дальше 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Снова переплетение 2 на 2 с наклоном влево. Ставлю пальчик. Разворачиваю. Подхватываю 2 левые лицевые. Снимаю все со спицы. Размещаю эти лицевые на левой спице. И эти. Провязываю 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Отлично. Теперь вяжу 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. И снова переплетение 2 на 2 с наклоном влево. Ставлю пальчик. Разворачиваю. Подхватываю 2 левые лицевые. Снимаю все со спицы. Подхватываю эти и эти. И провязываю 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Дальше 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 2 лицевые. 1, 2. 2 изнаночные. И в конце кромочная. Вот я связала еще один ряд. Спицы короткие. А вязание широкое. Вот связала еще один ряд. Как красиво все смотрится. Разворачиваю вязание. Вяжу изнаночный ряд по рисунку. Первую снимаю. Вяжу 2 лицевые. 2 изнаночные. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Дальше 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные в конце. 2 лицевые. И кромочная. Отлично. Вот так у нас получается. И вяжу последний лицевой ряд в рапорте. 7-й. Кромочную снимаю. Вяжу 2 изнаночные. Дальше переплетение 2х2 с наклоном влево. Это мы с вами уже делали много раз. Поэтому я здесь уже особо повторяться и показывать не буду. 2 изнаночные провязываю. И 2 лицевые. Дальше переплетение 2х2 с наклоном вправо. Когда у нас переплетаются лицевые и изнаночные, мы помним, что у нас лицевые всегда будут сверху в этом узоре. Поэтому лицевые подхватываю, снимаю, изнаночные размещаю позади, лицевые впереди. Провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. Дальше переплетение 2х2 с наклоном влево. Позади подхватываю изнаночные. Все снимаю. Лицевые у нас будут впереди, изнаночные позади. И провязываю 2 изнаночные, 2 лицевые. Теперь 2х2 с наклоном вправо. Лицевые подхватываю, меняю местами. Провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. Готово. Вот так у нас красиво получается. Дальше 2х2 с наклоном влево. Подхватываю позади теперь. Лицевые впереди, изнаночные позади. И провязываю 2 изнаночные. Дальше 2х2 с наклоном вправо. Провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. Готово. 2х2 с наклоном влево. 2 лицевые и 2х2 с наклоном вправо в конце. Отлично. Вот так мы почти с вами связали первый раппорт вверх. В конце 2 изнаночные и кромочные. Готово. И последний изнаночный ряд по рисунку. Кромочную снимаю. Вяжу 4 лицевые и 4 изнаночные. Затем снова 4 лицевые и 4 изнаночные. Снова 4 лицевые и 4 изнаночные. Вяжу 4 изнаночные и 4 изнаночные. В конце 4 лицевые и кромочные. Готово. Вот так мы связали с вами один раппорт этого узора. Вот такие у нас красивые переплетения получаются объемные. Сейчас я свяжу второй раппорт, чтобы лучше было видно картину и покажу вам, что получилось. С изнаночные и кромочные. С изнанки выглядит вот так. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то обязательно нажимайте мне нравится. Делитесь этим видео со своими друзьями. И подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. До встречи в следующих видео уроках. С вами была Александра Краснобаева. Пока-пока.